Продолжение следует... Продолжение следует... Очень важное учение. Все проблемы, которые мы видим сейчас в этом мире, абсолютно все, это из-за того дня, когда грех вошел в жизнь человека. Грех – это очень серьезная вещь. Как в отношении человека, так и по отношению к Богу. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех. Итак, хамартология. Давайте мы сначала дадим некоторые определения. Итак, обозначение греха в Библии. Обозначение греха в Библии. Те обозначения, которые я буду говорить, они имеют разного рода тяжесть. Все понимают, что это такое, да? Или это тяжкое преступление, или деяние, или это, значит, менее тяжкое. Они имеют разного рода тяжесть. Вот. И первое мы назвали в Библии, часто мы видим с вами слово «грех», и буквально его значение «не попасть в цель» или «промахнуться». Не попасть в цель, промахнуться. Слово «хамартия». Кто из вас 10 из 10? Я еще не сказал, чего. 10 из 10. Я смотрел, знаете что? Я смотрел Олимпиаду в Пекине, и там из лука. Марин, ты из лука, да, Елесть? И там из лука, вы знаете, я был поражен, насколько точно. Там кореянка и на россиянка соревновались, финал был. Воу! Это просто яблочко, яблочко, яблочко. Итак, то, что произошло в жизни человека, он стал грешником. То есть он, значит, не попадает в цель. Не попадает в цель. Следующее слово для обозначения греха – это преступление. Это все те слова, которые вы можете увидеть в Библии, они описывают разные вещи. Например, в отношении Адама используется слово «преступление». Мы с вами, как вы, как вы понимаете это слово «преступление»? Переступить черту, ага, еще. Преступление. Да, в принципе, да, переступить черту или переступить определенную, то есть обозначенную границу. А в отношении Адама, давайте мы с вами откроем Римлянам 5, 17 стих. «Ибо если преступлением одного, смерть царствовал посредством одного». Итак, мы с вами видим, здесь речь идет об Адаме. «О том, который согрешил, о том, который был непослушен, и им вошла смерть». Итак, 17 стих говорит, «Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного». Давайте вспомним заповедь, которая была дана Богом во второй главе в Идамском саду Адаму. Помните, нет? Ну, громче давайте. «Не есть от дерева познание добра и зла». Итак, это черта, которая была определена, граница. За эту границу, за эту границу переходить нельзя. Аминь. И если ты переступишь эту границу, тогда давайте так скажем. Вот, например, этот шнур, да? Ну, вам не видно? Ну, вы... Итак, вот, вот... Да. Ковер. Жена, правильно подскажешь? Итак, вот ковер. Здесь Господь говорит, здесь по этому саду ты можешь ходить. Аминь. «Но не ешь от дерева познание добра и зла». Или, образно говоря, не переступай вот эту границу. Иначе смертью умрешь. Понятно, да, картина? Слово «преступление» следующее. Адам переступил, то есть переступил эту границу, и смерть вошла в человека через преступление. Через преступление. Например, Адам переступил эту границу, а потом раз в ногу. Ой! Господи, извини, пожалуйста, я больше так не буду. Господь говорит, я понимаю, что ты больше так не будешь. Или можешь говорить мне, а что мы будем делать вот с этим? Что мы будем делать с этим? Вы слышите? Действие уже было сделано. Преступление было совершено. И за ним последовали колоссальные события. И человек может обратно встать и говорить Богу, Господи, больше никогда не буду есть от дерева познания добра и зла. А Господь говорит, достаточно того, что ты уже съел. Понимаете, да? Или человек говорит, что мне сделать, чтобы мы замяли вот это вот, вот это действие. И Господь говорит, что мне, Господи, сделать для тебя? И Господь говорит, ты ничего не можешь сделать. Ты уже переступил. Итак, это понятие слова «преступление». Следующее слово «беззаконие». Оно тяжелее. А преступление – тяжелое слово, да, в отношении греха. И также «беззаконие» – оно тоже тяжелое. Беззаконие – это все, что неправедно. Все, что неправедно. Беззаконие. Мы будем с вами смотреть на Люцифера и на этого осеняющего Херувима. «В его сердце обнаружилось беззаконие». То есть неправедные мысли. Следующее слово «заблуждение». Заблуждение – блуждающий человек. Заблуждение – это пренебрежение праведностью и уход в сторону. Заблуждение – это пренебрежение праведностью и уход в сторону. Следующее «безбожие». Или давайте так скажем. «Сказал глупец сердцем, сердце своем нет Бога, да?» Нет, давайте мы скажем следующее. А, нет, перейдем к другому пункту. Непослушание. Непослушание. Нежелание быть ведомым по пути истины. Непослушание. Нежелание быть ведомым по пути истины. Римлянам 5.19. Ибо как непослушанием одного сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие. Так мы видим с вами, что через непослушание Адама люди стали грешными. И также давайте мы с вами запишем слово «неверие». Неверие. Неверие человека, недоверие Творцом. Неверие, непослушание, преступление, беззаконие. Итак, это обозначение греха. С ними вы сталкиваетесь в Библии. Значит, но основное слово для обозначения греха – это хамартия, не попасть в цель. Давайте мы с вами перейдем на небеса. Я имею в виду в книгу Езекииля. Здесь говорится о небесах. Откуда же взялся грех в этой вселенной? Хотя даже больше могу сказать, что еще вселенной не было. Не было материального мира. В книге Езекииля в 28 главе, кстати, книга Езекииля 27 глава и 28 глава посвящена очень важному городу в древние времена, городу Тиру. И Тир, представляете, две главы в Библии посвящено, две больших Библии главы посвящено Тиру. Что там происходило? И кто там начальствовал? И кто там был царем? Тир был в то время как бы жемчужиной всего мира. Богатейший город. Здесь описания невероятные. И очень известный везде, потому что это был портовый город. А как вы знаете, что портовый город – это в то время корабли направлялись по всему миру. Да, вы не ошиблись, по всему миру были хорошие суда, и корабли ходили через океаны. Но вот в 28 главе Господь показывает здесь, обращается к двум персонажам. Один начальствующий в Тире, а другой – это царь. Начальствующий в Тире, 28 глава, второй стих, «Сын человеческий, скажи начальствующему, в Тире так говорит Господь». Итак, мы видим, потом мы видим обращение Господа к начальствующему в Тире. И также здесь мы видим с вами, после того, как Господь обратился к начальствующему в Тире, Он переходит к царю. 11 стих, «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, и плачь о царе Тирском. И скажи ему, так говорит Господь Бог». Итак, мы, когда читаем контекст обращений, видим, что второе обращение к царю, оно не направлено к человеку. Первое направлено к человеку. Потому что Господь говорит в 9 стихе, «Скажешь ли тогда перед твоим убийцей, я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог?» И следующее обращение, когда мы с вами видим, что обращение идет к царю Тирскому, здесь уже не человек. И это откровение об осеняющем Херувиме. Отметьте у себя, пожалуйста, что здесь слово «плачь» значит, стоит, это особенное слово, «сын человеческий, плачь о царе Тирском». Слово «плачь» – это рыдание без утешения. Рыдание без утешения. Это чрезвычайное сокрушение. Плачь. Это, как бы сказать, когда человек рыдает и бьет себя по ногам, бьет себя в грудь, рвет на себе волосы. Вот такого рода плач здесь, аминь, такого рода плач. Почему здесь такое слово стоит? Да потому что это связано с тем, что произошло чрезвычайное событие в жизни обитателей небес, которые были сотворены, чрезвычайное событие, которые были сотворены среди ангелов, которые были сотворены, извините, еще до сотворения этого физического мира. Аминь, вы со мной. Ангелы были сотворены одномоментно. Они не рождались, как мы с вами, в течение времени. Они были сотворены одномоментно. И все сразу, все воинство их То есть, никто не знает их числа Но их огромное количество Если Господь не говорит число Значит, нам и не нужно знать это число Итак, мы с вами видим следующее Что произошло событие, о котором Господь предлагает Эзекиилю плакать чрезвычайным плачем И вот оно событие, которое произошло на небесах Сын человеческий, плачь о царе Тирском И скажи ему, так говорит Господь Бог Ты печать совершенства, полнота мудрости И венец красоты Ты находился в Едеме, в саду Божьем Это не тот Едем, который на земле Этот Едем означает Божье присутствие Божий сад еще до того времени Как был на земле Едем Итак, ты находился в Едеме, в саду Божьем Твои одежды были украшены Всякими драгоценными камнями Рубин, топаз, алмаз, хризалит Аникс, яспис, сапфир, карбункулы Изумруд и золото Все искусно усаженное у тебя в гнездышках И нанизанное на тебе Было приготовлено в день сотворения твоего Мы с вами видим следующее Что это был особенный, особенный, особенная личность И описывается, значит, его одежда Кстати, здесь девять камней Аминь, девять камней перечисляется Всего должно быть двенадцать Почему двенадцать? Да потому что на наперстнике у первосвященника было двенадцать И также основание, значит, небесного Иерусалима Там тоже двенадцать камней Аминь, вы со мной? У него не хватало Сколько камней? Помните шутку? Да, нет, шутить не будем Не будем шутить Да Значит, у него не хватало трех камней Каких камней? Огнистых камней, о которых мы дальше прочтем И эти камни – это само триединство То есть он был создан в полной зависимости Вы понимаете меня? Он был создан в полной зависимости от Бога То есть эти три камня добавляли полноту его жизни Делали вот эти три камня, огнистые камни Значит, какой был вид его И какая была надежда на день сотворения Мы с вами прочитали Четырнадцатый стих Ты был помазанным херувимом Слово «помазанный» – вы знаете, что это такое Иисус – помазанник Мессия, да, Мессая Значит, помазанным херувимом И херувим – это ангельская сущность Мы встречаемся с херувимами в разных местах Но в данном случае это был помазанный херувим Все понимают разницу между обычным херувимом или помазанным херувимом Между обычным царем или помазанным царем Между священником обычным или помазанным священником Огромная разница Это назначение Бога Аминь Христос был кем? Я имею в виду Он Христос – помазанник Божий И этот помазанный херувим – это означает, что он был назначен Богом Для исполнения важнейшего служения в ангельском мире Он был помазанным херувимом для того, чтобы осенять Или покрывать, то есть передавать свет от Бога Или передавать информацию от Бога Которую он получал из Совета Триединства Понятно, да? Это Господь сотворил этого херувима и дал ему определенное служение И его служение было верховным во всей иерархии ангельских сил Он был помазанным херувимом Следующее мы с вами читаем Помазанным херувимом, чтобы осенять И я поставил, здесь говорится Бог, Бог, и я поставил тебя на то И я поставил тебя на то То есть это моя воля и должность свою И позицию получил ты от меня Аминь? От меня я решил поставить тебя Дальше Ты был на Святой Горе Божьей Ходил среди огнистых камней Вы видели, да? Среди огнистых камней Что же это за огнистые камни? Это три единства Отец, Сын и Дух Святой Огнистые камни Мы с вами видим, что произошел в вечности в прошлом Я имею в виду еще до создания До создания вообще мира какого-то И ангельского мира, тем более человеческого мира Произошел совет три единства Об этом говорится в книге «Деяния апостолов» во второй главе Совет три единства 23 стих Деяние 2.23 Здесь говорится о жертве Иисуса Христа И о том, что Агнец был заклан еще до сотворения мира И здесь сказано, что сего, то есть Иисуса Христа По определенному совету и предведению Божьему Запомните этот стих И знайте, что перед тем, как что-то было сотворено вообще здесь Был совет три единства Отца, Сына и Духа Святого И он назван здесь Определенный совет Божий Определенный совет и предведение Все понимают слово предведение? Это то, что будет развиваться уже известно Понятно, да? Предведение Например Дамир, ты Тебя я возьму в этот пример Например, еще нет буровой станции Правильно? Еще не завезли материалы Еще нет людей Еще нет Ничего Вообще даже в помине нет Но уже в каком-то месте Значит, команда инженеров Создают эту буровую станцию Где? На бумаге Как происходит при совете этих инженеров Создается то, что еще не существует Вы со мной? Или, например, МС Какой там у нас, Тимур? МС-21, да МС-21 Его еще в помине не было Но он уже был в уме Кого? Тех людей Которые стали Мыслить об этом И создавать его сначала где? На бумаге А только потом Через определенное количество лет Значит, он был создан материально То есть мысль Которая была сначала и создана на бумаге Потом стала чем? Реальностью Вы понимаете, да? Так и для того, чтобы Для сотворения ангельского мира Для сотворения человеческого мира Всей вселенной До всего этого был Совет Божий И на этом Совете Божьем Господь постановил, как все будет действовать И как все будет развиваться И туда, когда мы с вами Когда мы с вами видим, что ты Ходил среди огнистых камней Совет Божий состоялся еще до сотворения всего А когда были сотворены ангельские силы И был помазан Херувим Для того, чтобы Принимать и принять информацию От Триединства И передать ее ангелам Он был приглашен в Совет В котором Господь открывает ему Свой Совет Или свое решение Которое он принял еще до сотворения Ангельских сил Вы понимаете или нет? Вы со мной? И приглашен был на этот Совет Осеняющий Херувим Великолепный Его характеристика Кики-ки-ки Печать совершенства Что у нас еще здесь написано? Всегда забываю Итак, печать совершенства Полнота мудрости Венец красоты Итак, мы с вами видим следующее Что он, помазанный Херувим Я поставил тебя на то Ты был на Святой Горе Божьей Ходил среди огнистых камней Ходил среди огнистых камней Значит, книга Евангелия от Иоанна Книга Евангелия от Иоанна Говорит нам Восьмая глава Иисус открывает удивительное откровение Удивительное откровение Которое знает только Он Потому что Иисус присутствовал там Когда происходило это Итак, восьмая глава Сорок четвертый стих Ваш отец дьявол Он обращается к фарисеям Ну, к иудеям И вы хотите исполнять похоти Отца вашего Он был человеко-убийца от начала И не устоял в истине Ибо нет в нем истины Итак, когда Он стал человеко-убийца? От начала От какого начала? От какого начала Он стал человеко-убийцей? Хороший вопрос? Почему Иисус говорит об этом? Почему именно Он стал человеко-убийцей От начала? А не Каин стал первым человеком, человека-убийцей. Хороший вопрос, да? От какого начала, Господи, что ты говоришь? Когда человек был уже убит, я имею в виду, когда, в чьем сердце образовалась вот эта мысль беззаконная, которая была направлена на творение Божие, которое будет сотворено? Аминь. В чьем сердце? Когда Иисус говорит, что он был человек-убийцей с самого начала, то мы с вами можем посмотреть на нечто в жизни этого помазанного Херувима. Он был великолепен, согласны, да? Он был великолепен. А Иисус был тоже великолепен? А как насчет Совета Триединства, когда, еще до сотворения мира, когда Отец сказал, пойдешь ли ты, Сын Мой, на землю, если они отойдут от Меня, если они падут? Иисус, что? Иисус, пойду, Отец. Аминь. И ты будешь заклан там. Аминь, Отец Мой. И ты спасешь их. Аминь, Отец Мой. И ты будешь оставлен всеми. Аминь, Отец Мой. И ты станешь грехом вместо всех. Аминь, Отец Мой. Аминь. Итак, мы видим с вами следующее, что что-то произошло на этой встрече огнистых камней и помазанного Херувима. Что-то там произошло, и он споткнулся, и он упал. И он упал, и, как бы сказать, совмещая вот эти два откровения, мы можем предположить с вами, что он упал через нас с вами. Он упал через человека. Почему? Да потому что, когда Иисус стал открывать весь план, что человек будет сначала унижен перед ангелами. Восьмой псалом. Вы со мной? Унижен перед ангелами, но потом возвысится над ангелами. Еще раз. Унижен перед ангелами, а потом что? Возвысится над ангелами. Конечно, в Библии это не написано, но я думаю, вернее, я не думаю, я уверен, что всякое творение Божье, которое было сотворено со свободной волей выбора, оно должно было пройти испытание. Вы согласны? Иначе не будет любви. У ангелов была свободная воля выбора. Они были сотворены какими? Для любви. Почему? Потому что это Бог сделал. Но всякий, кто сотворен, имея свободную волю выбора, должен принять решение. Должен что? Быть испытан. Чем же испытать совершенного Херувима? Чем испытать? Хороший вопрос. Когда еще ничего не было, чем испытать совершенного Херувима? Планом в отношении сотворения человека. И также, знаете, чем? Благодатью. Запомните это слово. Я знаю, что вы знаете это слово. Благодатью. Мы дальше посмотрим и увидим нечто. Благодать, что это такое? Это дар Божий. Правильно? Все самое важное, что мы получили в нашей жизни, что это? Дар Божьей благодати. Спасение как мы получили? По Божьей благодати. Жизнь как мы получили? По Божьей благодати. Когда мы вышли из утробы матери и задышали. Почему мы задышали? По Божьей благодати. Мы живем и движемся как? По Божьей благодати. Эта земля была сотворена с обеспечением для нас. И это был Божий дар. Был ли базар в Едемском саде? Ответьте мне, пожалуйста. Базарга там был? Нет. Кто там сидел? Продавал за прилавком плоды. Кто там сидел? Никто не продавал. А как это все действовало? Протянул руку и сорвал. Правильно? Или я ошибаюсь? Я имею в виду до грехопадения. Протянул руку и сорвал. Итак, сердце Люцифера. Сердце, мы поговорим о нем. 14 главе Исаии. Там он Люцифер. Значит, сердце помазанного Херувима было испытано. И оно было испытано планом Божьим о сотворении человека. О его плане. И оно было испытано. И там произошло нечто. Нечто такое, что в сердце этого Херувима... Давайте мы вернемся к книгу Изекиля. В 28 главу. 15 стих. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Вы знаете, говоря о том, что каждое сердце должно быть испытано, мы с вами видим следующее. Что сначала было испытано сердце помазанного Херувима. А потом сердца всех ангелов было испытано кем? Этим помазанным Херувимом. Правильно, да? А наши сердца с вами как были испытаны? А? Нет. Как наши, как сердце Адама и Евы было испытано в Эдемском саду. Кто там предлагал? Все правильно. Аминь. Всякие... Хорошо, давайте продолжим. Итак, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Характеристика. 16 стих. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. Что произошло? Сброшен, изгнан из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего. Ты погубил мудрость твою, и я повергну тебя на землю перед царями, и отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих и в неправильной торговле твоей ты осквернил святилище твое. Итак, мы видим с вами следующее, что в сердце наш обнаружилось беззаконие. Следующее. Началась... Появилась торговля. Появилась торговля на небесах. Страшная вещь. Страшная вещь. Торговля на небесах. Я хочу вам открыть одно местописание книга «Деяния апостолов», 8 глава. Посмотрите на реакцию Петра и на реакцию Духа Святого через Петра в отношении Симона. Итак, «Деяния апостолов», 8 глава, 18 стих. Симон же... Это другой Симон. Не тот Симон, не Петр, это другой. Увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Говорят, дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руку, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Что? Ты помыслил дар Божий получить за что? За деньги. Знаете, что невероятное? Мы с вами живем вот в этой системе космоса, системе торговли. И я хочу сказать следующее, что это не Божья благодать. Это система торговли. Мы с вами живем в этой системе торговли, где все продается и что? И все покупается. И даже человек хочет жить во взаимоотношении Бога, торгуясь с Богом. И даже больше могу сказать, что верующий в Иисуса Христа может жить в торговых взаимоотношениях с Богом. Как? Как вы скажете? Ты мне, а я что? А я тебе. Если ты мне это, я тебе это. Давай будем торговать. Чем торговать? Моей благодатью? Чем торговать? Моей милостью? Или моим благоволением к тебе? Или обетованием, которое во Христе Иисусе дай и аминь? Вы со мной? Началась торговля на небесах. Торговля, знаете, чем? Благодатью. Вы не поверите. Какой же пример привести? Ну ладно, давайте. Вот, например, сад. Сад Едемский. Представляете? Сад Едемский. И здесь, и там человек ходит, срывает плоды, ест, благодарит Бога, славит Бога и так далее. Представляете? Кто-то пришел в этот сад и что? И сказал, теперь, если ты хочешь съесть от этого дерева, ты должен заплатить. Это означает, что благодать Божью сделал предметом чего? Торговли. Я даже больше могу сказать, что все, чем торгует сейчас человечество, принадлежит Богу. Вы согласны? Все принадлежит Богу. В книге Откровения, в 18 главе, там написано, что город великий Вавилон. Что там происходило? Там все покупалось и все продавалось. И даже души человеческие. И тела, и души человеческие. Я когда смотрел на вот этот отрывок в книге из Икииля, где написано, что от обширности торговли твоей, внутренняя твоего, исполнилось неправды, и ты согрешил. Я подумал о следующем, что он не устоял, не устоял в истине, потому что, что истинно предлагалось следующее. Ты будешь служителем для тех, которые будут сотворены ниже тебя, а потом те, которые будут сотворены ниже тебя, они станут выше тебя. Способен ли ты служить? Аминь. Есть такая, ну не история, не знаю, как ее назвать. Когда Адам с Евой вышли, были изгнаны из Демского сада, и тут сатана появляется. И они ему говорят, слушай, что ты пристал к нам? А разве не так? Что ты пристал? А знаете, что он клевещет перед Богом на нас день и ночь? Что ты пристал к нам? Иди куда-нибудь на другую планету. Правильно, да? Куда-нибудь, я не знаю, Кассиопея, созвездие Кассиопея. Значит, что-нибудь там делай. Почему ты здесь находишься? Почему ты потрясаешь царство? Почему ты клевещешь перед Богом на людей день и ночь? Почему ты человек-убийца? Что тебе? Какое тебе дело до нас? Ответ какой? Есть дело. Есть дело. И мы с вами сказали, что, скорее всего, через нас с вами он пал. Скорее всего, через нас с вами он пал. А теперь, когда мы с вами пали с его помощью, то тогда он идет к Богу и говорит, «Знаете что, мы для него ничто, вообще пыль ничто. Ему главное что? Укорить Бога, показывая на нас с вами, ты посмотри, кто они на самом деле. Лежат в блевотине, грешники, убивают друг друга. А я здесь ни при чем. Ты посмотри на них». Понятно? А Господь говорит, «Я спасу их, и они будут выше тебя и сокрушат твою голову». Аминь. «Придет мой Сын, и Он станет человеком, над которыми ты глумишься и клевещешь на них день и ночь передо Мною. Он станет человеком, и Он спасет их. И это Мой Сын, и это тот огнистый камень, которого ты видел в Божьем саду Едемском. Аминь. Это Он придет и станет человеком, и Он спасет вот этих ничтожных людей, над которыми ты издеваешься уже шесть тысяч лет. Он спасет их, и они встанут выше тебя. Они будут на третьем небе и будут со мной навсегда. И ходить среди огнистых камней. И будут моей семьей. А? Как вы думаете, что это такое? Это благодать Божия. Упаси вас, Господь, торговаться с Богом. Упаси вас, Господь. И меня тоже. Господи, я сегодня прочитаю Библию, пару глав. Но ты продвинь мое дело здесь. Бизнес. У меня здесь машина продается. Или, Господи, я помолюсь. Молитвенная прогулка? Да, пойду на молитвенную прогулку, но завтра у меня важна встреча. Ты уж, пожалуйста, поддержи меня. Аминь. Или что? Или, а, собрание. Да, нужно сходить в собрание. Почему? Потому что у меня там будет отпуск. И я хочу полететь в отпуск. И чтобы, упаси Господь, чтобы там ничего со мной не случилось. Я приду на собрание. Вы понимаете, что наше сердце, оно, ветхое сердце, оно такое же, как у сатаны. Оно торгуется. Оно торгуется со всеми. Уступки. Проверяет. На-на-на-на-на. Давай ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. И Господь говорит, послушай. Моя благодать не продается и не покупается. Мое спасение не продается и не покупается. Или ты принимаешь его даром по благодати, или ты идешь в ад. Справедливо? Нет, несправедливо. Ты правильно сказал. С точки зрения небес очень даже справедливо. Вот этот вот, который был грешником и ничего не был достоин, кроме ада, и ты спасаешь его и помещаешь его в свою семью, и он ничего не сделал, и ничего не сделал для тебя. Господь говорит, ты правильно понимаешь. Именно его через своего сына я спасаю и очищаю его от всякого греха и даю ему позицию в семье Божьей, и ты с этим ничего не можешь сделать. И здесь ненависть, и здесь несогласие, и здесь восстание колоссальное. Вы знаете, ой, я продолжал и продолжал, но нужно заканчивать. Благодать Божью сатана ненавидит больше всего. Она для него несправедливость высшего разряда. Высшего. А для нас с вами? Да мы с вами благодатью только и живем. И продолжайте. Римлянам 5 глава 17 стих. Принимающие изобилие благодати и царь... Принимающие изобилие благодати и дар праведности будут царствовать в этом мире единым Иисусом Христом. Аминь. Отец, распусти нас миром во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.